Всем привет, друзья! Сегодня готовим овсяные блинчики. Эти блинчики очень вкусные и по сравнению с привычными для нас пшеничными намного легче для ЖКТ. Понадобится молоко, овсяная мука, яйца, соль, сахар, ванилин, сода и растительное масло. В глубокую миску вбиваю яйца. Сюда же отправляю соль, сахар, ванилин и соду. Взбиваю до легкой пены. И всыпаю всю овсяную муку. Хорошо перемешиваю и постепенно вливаю теплое молоко. Расскажу по поводу овсяной муки. Овсяную муку я делаю сама. Обычные овсяные хлопья Геркулес перемалываю в стационарном блендере, либо в кофемолке. Конечно, помол получается грубоватый, но я люблю именно такую муку. Если хотите добиться идеального тонкого помола, просеивайте через сито. Итак, в тесто добавила растительное масло, перемешала. Затягиваю пленкой и оставляю минут на 40, чтобы овсяная мука набухла. Через 40 минут добавляю немного крутого кипятка. Просто смотрю по консистенции теста. Кипяток способствует гашению соды и текстура у теста становится более гладкая. Ну а так как у меня мука крупного помола, то я взбиваю тесто в блендере. Оно получается идеальное. Если у вас мука мелкого помола, то этот шаг пропускайте. Блинчики выпекаю, как обычно. Если тесто жидковато, добавьте немного овсяной муки. Если же тесто густое, разбавьте его кипятком. Пропорции я напишу, но нужно будет ориентироваться на свой Геркулес, либо муку, которую вы используете. Блинчик переворачиваю и пеку до готовности. Таким образом пеку все блинчики. Они получаются красивые, ажурные и ароматные. К таким блинчикам идеально подойдет как сладкое наполнение, так и не сладкое. Как я уже и говорила, они намного легче, чем обычные из пшеничной муки. И я не скажу, что у них явный овсяный привкус. Он слегка чувствуется. Но если вам совсем не хочется ощущать овсянку, добавьте немного ванилина. Это отличные диетические блинчики. Обязательно попробуйте и вам, несомненно, понравится такой вариант. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А я вам желаю приятного аппетита и до новых рецептов, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!